Просто песня Все опять сначала Себе на радость И морским ветрам Вся наша жизнь Прощание и встречи Вся наша жизнь Начало и конец И до того Пока не гаснут свечи Согреем мир теплом Своих сердец В себя верю Всякое бывало Но если вдруг упал Не кончен путь Меня поднимут Песня и гитара И вновь сей грудью Я смогу вздохнуть Вся наша жизнь Прощание и встречи Вся наша жизнь Начало и конец И до того Пока не гаснут свечи Согреем мир теплом Своих сердец Мой выбор сделан В мелочах и в целом Не присвыкаться Быть самим собой Не предавать друзей И под прицелом Опять за здравие А не за упокой Вся наша жизнь Вся наша жизнь Вся наша жизнь Своих сердец Кредо Я пытаюсь Я пытаюсь Вот так вот Жить Сразу все свои Жизненные принципы Выложили Ну не все Но большинство Основные С чего все началось Всегда интересно Узнать у человека Который давно На публике Давно уже В своем деле Когда все случилось Впервые Именно в музыкальном Да В музыкальном смысле Вы знаете Когда-то в детстве Меня мама с папой Из-под палки Заставляли Ходить в музыкальную школу Я на спортпиан Учился Вот Но потом Спорт Все пересилил Ушел в спорт И на долгие годы Я забросил занятия Музыкой Поздно научился Играть на гитаре Но Потом я начал Свою Педагогическую Деятельность Это было Первое КПУ И Там Пришлось Потихонечку Выходить на сцену Это все и началось И Там я уже начал Писать стихи Писать песни То есть Вот это вот так Бесполезное Вот это Тяжелое дело Да В детстве Которым у вас Заставляли заниматься Оно потом вам Окупились эти годы Страданий Как обычно Все-таки Родители правы Закончили Музыкальную школу Нет Я не закончил Музыкальную школу В какой-то момент Сказали твердое нет Да Потому что Спорт для меня Был все тогда Спорт Дважды уже упомянули Это что было За вид спорта Занимался многими Но основной У меня Греко-римская Борьба В принципе Я даже Из города Благовещенского Уезжал Поэтому В город Москву Был и призером России По школьникам И призером Москвы Турниров Союзных Международных Вот у меня Даже есть Песня Ну что ж Давайте тогда Сразу про нее И послушаем Какому виду Спорта Жизнь моя Принадлежит Я знаю Что ответ Тебя Ничуть Не удивит Ведь Греко-римская Борьба И раньше И теперь Гармонию Души И тела Открывай Дверь Греко-римская Борьба Греко-римская Борьба С детства Я влюблен В тебя Воспитала Ты меня Греко-римская Борьба Греко-римская Борьба Даруешь Силу Воли Ты Терпенье И расчет И трудолюбие Победам Вашим Даст отчет Координация Выносливость И быстрота Любая Станет Для тебя Доступна Высота И славу Родине Несли Истории Творцы Могучие Медали Олимпийских Кузнецы Карелин И Болбошин Сафин Власов Шумаков Пример Для подражания У молодых Борцов Но на Амуре Помним Чемпионов Мы своих А на ковре Сражений Генералов Боевых Тулуповы Корсаков Пучкин Клишин Степанюк Они Профессоры Классических Мужских Наук Греко-римская Борьба Греко-римская Борьба Вест Твоя Влюблен В тебя Воспитала Ты Меня Греко-римская Борьба Греко-римская Борьба Почему Не греко-римской Борьбой Вплотную Занимались Со своими Учениками В ПТУ А творчеством Каким-то образом В ПТУ Чем только не занимался И какие виды спорта Только не вел То есть Игреко-римская Борьба И борьбой В том числе И футбол И баскетбол И легкой атлетикой Всем чем угодно Гитара Откуда взялась Это была Какая-то Кураторская работа То есть Нужно было Какое-то придумать Или Не Ну Гитары Я потихонечку Осваивал Еще со школы Ну Потихоньку 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 А там уже Когда начал писать Стихи Начал писать песни И Еще более Заинтересовался Начал потихонечку Уходить на сцену Ну И вот Постепенно Постепенно Рос Свой первый Сценический опыт Помните Перед кем пели Так Чтобы стоять на сцене И Себя презентовать Ну Самый первый Это я себя презентовал Еще в музыкальной школе Я Был в начальных классах В шортиках И в какой-то там Распашонке Мы пели В хоре Как сейчас Помню Песня Маленький Свистят все пули Над тобой Везде пройдет Но не расстанется Своей Начищенной трубой А почему Ну Что-то Военно-патриотическое Мы даже первое место Заняли тогда Хором Ну Это Совсем маленький Еще был А когда уже Большой С гитарой Ну Потом были Допустим Спортивные лагеря Ездили Постоянно На Мухинку Там выходил Ну А потом уже Когда Был преподавателем Тогда приходилось Уже готовиться Стыдно было Как-то Грязь лицом упасть У вас как-то Все само пошло Или Все-таки Было много всего Наслушано Потому что Как-то люди Которые пишут Стихи, песни Говорят Вот у меня были Там учителя Вдохновители Какие-то Ну Может быть Не такие Которые там Преподавали А за счет того Что много чего Приходилось слышать Ну Я как бы Человек старой формации У нас Радио Раньше было Шести утра До двенадцати ночи Поэтому У меня Жил в деревяшке У меня даже Собака Как-то Она любила Кобзона Вот Я выходил В огород С ней Допустим И когда По радио Был Кобзон Она почему-то Не под кого А Кобзону Подпевала У нас Много хороших Исполнителей Как было Так и остается Ну а тех Которые именно Вот Ну Известные наши Там Поэты И музыканты Которые Поют свое Творчество Ну Естественно Барды Естественно Высоцкий Розенбаум Потом Макаревич Тот же Да Многие Я вплоть Даже До До тяжелого Рука Любил Там Тут же Где Перпл Блэк Сэббет И все Прочее Ну Слушаешь Все Хорошая Хорошая музыка Это Гармония Прежде всего Правильно Поэтому А То что На русском языке Там еще И Кроме этого Гармония Музыки Слово Очень люблю Прозвение Высоцкого И Высоцкого Можно рассматривать Ведь Он Личность Такая Объемная То есть Он И как Поэт И как Исполнитель И как Артист Вот Мое посвящение Высоцкому Он С виду Прост Но Вот Вопрос Где Гений Уживался Турных Привычек Целый Воз Но В памяти Остался Для нас Как Гамлет Как Поэт Который Пел С Надрывом Прожил Идя Всю Свою Жизнь По Краю Над Обрывом А Звуки Струн С собой Зовут Нас В Рыцарские Замки И Вместе С ним Мы Вены Рвем В Театре На Таганке За Правду В Бои Врагов Круша Направо И Налево И Лучшим Женщинам Поем Моя Ты Королева И Души Загрубевшие Становятся Басыми И Мы Их Режем Вместе С ним Не Можем Быть Иными Промчалось Жить Стремительно Ведь Сорок Два Всего Та И Грустно Мне Когда Слова Услышу Приворота Друг Оставь Покурить А В ответ Тишина Говорят Он ушел За флажки Только Помнит Страна Если Звонкие Струны Твои И Душа Тетивой То Володя Высоцкий Живой Он С Тобой Он Со Мною Если Звон Струны Твои И Душа Тетивой То Володя Высоцкий Живой Он С Тобой Он со мной. Песня посвящения. Вообще, наверное, у каждого есть автора, да? Песня, посвященная кому-то? Ну, у меня, допустим, есть посвящение Александру Тихомирову, есть посвящение Сергею Весенину, Марине Цветаевой. То есть их много. Ну, пишешь обычно о чем? Живешь в этой жизни. Чем живешь, о том и пишешь. Как о кын. Что вижу, то пою. Да, что вижу, то пою. Живу я где? В России. А в России, конечно, песни есть. В Амурской области тоже есть. Благовещенск тоже есть. Спорт, ну, если я этим живу. Клуб Амур. Да, про клуб Амур мы поговорим еще обязательно. Вот скажите, по вашему вообще наблюдению такому, ну, многолетнему, мы уже давно у нас на сцене, ну, на нашей Амурской. Вас знают все, да, к вам прислушиваются. Бардерской песни вообще вот такой, авторской. Больше места на природе возле костра, или все-таки это сегодня уже как-то уходит в залы, и, ну, больше актуально, когда собирается народ. Есть сцена, есть зал. Ну, видите, как, от костра она все равно не уйдет. А в залах, вот я пою еще, кроме всего прочего, в «Живой струне» группа у нас Бардов под управлением Александра Семеновича Бабушка. Мы репетируем филармонию. Там хорошая аппаратура, от этого и хороший звук, и восприятие, и видеоряд есть. Это, ну, конечно, приятно. В это же время, допустим, в филармонии в большом зале проходят репетиции артистов филармонии. Конечно, когда заходишь туда, и там, ну, обалденный свет, подтанцовка. Ну, понимаете, это помогает воздействовать песни на зрителя. И, ну, чем больше вот таких воздействий собирается, то есть и свет, и звук, и исполнение, тем лучше, тем лучше воспринимается песня. Встречи на Ульме, вот эти вот, фестиваль, знаменитый наш, принимаете ли вы в нем участие? Ну, я вот два года, я до этого принимал участие, у меня там и каждый год пишут песню, об этом последние два года ездил по члену жюри на Ульму. Это у нас единственный фестиваль в городе Благовещенске. Мумовская область? Мумовская область, да. Местные жители воспринимают его очень хорошо. Конечно, это очень далеко, там огромные уводы, кабары, бывает и холодно, и дождь. Ну, есть люди, которые уже, даже те, которые вообще на все фестивали ездили. Я где-то на пять, на шесть ездил. Это одна и та же аудитория всегда, но вы говорите, есть, которые вообще всегда приезжают, а вообще, есть ли какая-то ротация вот этих вот наших авторов, да, есть ли свежая кровь какая-то, или там какие-то заезжие, может быть, люди, многие ли уезжают? Как у нас с этим сообществом? Вы можете оценить, когда собирается оно, там, на этих фестивалях? Ну, в связи с тем, что ехать туда дорого и далеко, многие отказываются туда ездить. Вот, допустим, как с Белогорска есть товарищи, у них там целая группа, целый клуб, но они туда перестали ездить, очень жалко. Но с Белогорска были все равно вот в этом году. Некоторые перестают ездить, новые люди, конечно, есть, но старые они никуда не делятся, они на местах поют и концерты делают, и все, что угодно. вот, в том году, в том году, первый раз пытались провести очень большую организационскую работу, то есть, и рекламой, обзванивали, ну, и сделали ватсаповскую группу. народу не так много, но все равно неплохо. Нужны, конечно, нужны спонсоры. Во-первых, спонсоры для чего? Нужны хорошие призы, хотя, допустим, многие скажут, что если ты хочешь петь, то какие там призы? Ну, я считаю, что все равно нужны хорошие призы, это раз, и второе, нужны спонсоры на транспорт, чтобы, допустим, собрать народ с Благовещенска, с Белогорска, в таких наиболее крупных пунктах, и туда, допустим, бесплатно как-то привезти. Народу было бы больше, конечно, участников, я имею в виду. Плюс у нас телевидение, то ездили, сейчас, в общем-то, вообще не было. Видеоверсия еще важна. Да, потому что ездили, в ГТРК ездили, сейчас их нет, Амурская правда ездила, сейчас ее тоже нет там, поэтому все так. Не, они есть, они просто туда не поехали, присдали. Там нет, я не езжу. Да, УДНТ-то пытается проводить рекламу, все, она как проводящая организация, ну, что-то мы о грустном, так, все хорошо, там весело и хорошо, все равно. Ну, встречи на Ульме вдохновляют, конечно, на написание писем, много писем о самой Ульме и родном крае. Песня о нашей Амурской области. Живу в краю неблизком, где зной и холода, к нему душой и сердцем привязан навсегда. Тайга непроходимая, безбрежные поля, все это мной любимая. Амурская земля. Вдаль течет Амур, батюшка Амур, сквозь туманы века. Черная вода, мудрая река, Широка и глубока. Черная вода, мудрая река, Широка и глубока. Пришли первоброходцы в далекие края, Живем, беды не зная, лишь им благодаря. Хабаров и Паярков, губернатор Муравьев, Открыли край Амурский. Красив он и сурок, Красив он и сурок. Даль течет Амут, Батюшка Амут, Сквозь туманы и века. Черная вода, мудрая река, Широка и глубока. Черная вода, мудрая река, Широка и глубока. Родная область, процветай, Живи и богатей. Расти и стройся с каждым днем, Ты становись сильней. Ты близкая и милая, И здесь мои друзья, Навек моя любимая. Амурская земля. Амурская земля. Амурская земля. Вдаль течет Амур, Батюшка Амур, Сквозь туманы и века. Чёрная вода, мудрая река, Широка и глубока. Чёрная вода, мудрая река, Широка и глубока. Александр Мамин у нас в гостях. Это программа «Просто песня». Мы продолжим после новостей. Друг напротив друга, Два города, два друга. И лишь река на всех одна, Сближай дружбой берега. Одна река на две страны, На правом вы, на левом мы. Вот там Китай, а здесь Россия, И отражаются красиво. Друг напротив друга, Два города, два друга. И лишь река на всех одна, Сближай дружбой берега. Город весь и благой, Вместе с чёрной рекой. Благовещенск, 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 Благовещенск. Благовещенск, Хэй-Хэ, Вновь купаются в реке. Да-да-да, друг напротив друга, Два города, два друга. И лишь река на всех одна Сближает дружба и берега Китай русский был богат Сейчас китайц в России рад Но ты мой друг, и я твой друг И пусть не рвется дружбы круг Да-да-да, друг, напротив друга Два города, два друга И лишь река на всех одна Сближает дружба и берега Поменялся валюты курс Мы не зависим от конъюнктур Мы не зависим от вождей Ведь для народов мир важней Да-да-да, друг, напротив друга Два города, два друга И лишь река на всех одна Сближает дружба и берега Благовещенск, хе-хе Мы совсем не вдалеке Огоньками любви Шлю привет на фонари Да-да-да, друг, напротив друга Два города, два друга И лишь река на всех одна Сближает дружба и берега Поем сегодня вместе с Александром Маминым, с автором-исполнителем нашим амурским, популярным Продолжается наша программа, просто песня И сейчас, наверное, мы уже вот и о дружбе, и о природе, и о спорте А вот еще не говорили о том, что есть у вас еще одно детище, так сказать Литературно-поэтический, литературно-музыкальный клуб Благовещенский По названиям Амур Как он создавался? Как создавался? Ну, 4 года назад Я с некоторыми товарищами Мы занимались в различных клубах И получилось так, что То один клуб прекратит существование, то другой И решил создать свой клуб Собрал низких человек И мы начали проводить наши вечера Потихоньку люди добавлялись Плюс Мы уже по встречам Так сказать, свою политику начали вести Как нам удобно Как удобно То есть, допустим Во-первых, мы присутствуем в соцсетях Это в Одноклассниках В ВКонтакте и в Фейсбуке Обязательно мы снимаем на видео У нас не профессиональная камера Но каждый раз мы снимаем Каждый раз выкладываем Поэтому у нас Очень многие смотрят Вот у меня родственники, допустим Смотрят с Казахстана У нас есть люди Я задаю домашние задания Мы проводим каждое воскресенье встречи Обязательно какое-то задание И эти домашние задания Выполняют не только члены клуба здесь Благовещенский Но и с Амурской области И с Подмосковья И с Украины Если выполняют Они, допустим Печатают Своё домашнее задание На страничках Да, в Одноклассниках В Одноклассниках Мы прочитываем их стихотворения Или пропеваем даже песни Потому что обычно Ну бывает, что я, допустим Просто там конкурсу какому-нибудь Бывает вот К прошлому разу у нас было Написать прозу Хотя у нас Многие прозу вообще не писали Начали писать А обычно я пишу Написать на определённую тему С стихотворение Песню Или прозу Обычно вот так вот идёт у нас Домашние задания выполняются И мы как бы Не засыхаем Потому что Многие жалуются Нет тем там Или что-то ещё Здесь Если у тебя тем много Пиши что угодно Но на определённую тему Ты всё равно Один раз в неделю Ты обязан что-то написать У вас в клубе идёт обмен Просто как на равных Или есть там Наставники И те, кто приходит учиться Есть ли какое-то прямо обучение Когда человек Ну вот вы Человек с опытом Видите, что Ну тут Что-то с рифмой Что-то там Ещё с чем-то Поправите Подскажете Мы проводим Во-первых У нас в клубе Уже есть доморощенные Члены российского Союза писателей И плюс к нам Два человека пришло Сейчас готовится Ещё один человек У нас Вступить Мы его Готовим Обрабатываем стихи Плюс Мы уже выпустили Три Альманаха Поэтических Называются они Вдохновение Первые два У нас было Десять участников Сейчас у нас Последний вышел Пятнадцать участников Это всё делается За наши деньги Но естественно В печатный вариант Мы стараемся Всё это обрабатывать Помогать И так далее Плюс мы проводим Мастер-классы Мы когда и сами проводим Ну допустим С нами очень дружит Бабушка Александр Семенович У нас и мастер-классы Проводил Нина Дьякова К нам Приходила Вот последний Кто у нас был Это Руководитель Союза писателей России Амурской организации Это Сахунчик Станислав Смитрофанович Поэтому И видите как Кто хочет Кто хочет работать Тот и так подходит И сам работает Потому что сегодня В том числе И в интернете Можно найти что-то Не что-то А очень многое Можно найти Как научиться Да? Как научиться Что непонятно Я всегда на месте Люди которые ходят Более опытные С Одинцовой Мы с Российским Союзом писателей Галина Леонидовна Она точно так же Она помогает Очень Многим Нашим людям И она приходила Точно так же Делала у нас Мастер-классы Плюс Вот К этим группам У нас есть Ватсаповская группа Где постоянно Мы сбрасываем Объявления Допустим Что проходит По библиотечной системе В областной библиотеке Также мастер-классы Поэтические И встречи Там у нас Были Допустим С этими Белорусскими писателями С армянскими С азербайджанскими Это у нас Было Телемост Ну по интернету Во многом Участвуют люди У нас Растут Есть Старожилы Ну то есть Те кто Пришел в первый В момент основания клуба И до сих пор в нем задержался Да конечно Это У нас Какой у вас такой основной Костяк Сколько человек У нас в среднем Ходит где-то 20-25 человек Это каждое воскресенье У нас встречи бесплатные Сейчас мы Допустим Встречаемся В областном музее Поэтому я приглашаю Всех Все это бесплатно В воскресенье В 4 часа Нина Тищенко Юрий Тищенко Юрий Морозов Ну и Дальше уже пошли люди Которые чуть попозже Чуть попозже Присоединились Да Как вы себя чувствуете В роли наставника Вам с кем интереснее С молодежью Или со сверстниками Которые вот пришли И учатся только В таком же возрасте Не самым юным Учатся творить Мне как с музыкой Интересно с хорошей Так же и Молодежь У нас же и молодежь Бывает хорошая Правильно? Бывает Говорят они вообще Все хорошие Это они говорят Нет Ну так же не может быть Не могут быть все хорошие Допустим Там средний возраст Старший возраст Все люди разные Ну Коль ты приходишь к нам Значит ты должен Как-то в наши условия Становиться У нас есть разные люди У нас люди Те которые Вообще не писали Ни стихов Ни прозы Сейчас Приходили послушать Просто Просто послушать Да Сейчас у нас Многие домашние задания Выполняют Что-то стараются Кому что-то непонятно Подходят Кто хочет Из-под палки же Не заставишь писать Правильно? Ну Наверное можно Но Если Если смысл Зачем это делать? Конечно А правила клуба Вот вы говорите Там Они должны прийти И там как-то наши правила Принять И понимать Что они Какие основные у вас Такие правила В вашем клубе? Ну Правила Обыкновенные Во-первых Мы убираем Полностью маты Из заступлений Потому что у нас И такие товарищи были Которые желали Со сцены выступать Почему? Почему? Маты убираем? Да Сейчас же это вроде как В тренде Нет Я считаю Что В тренде Это Допустим В обыкновенном разговоре Я Не против А то что со сцены Ну Я считаю Что у нас Как храм Мы приходим Ну Как Получать Что-то Что-то хорошее Улучшать себя Улучшать других А с матами Ну Для чего? Я сам не безгрешен Но Я же Не буду там Допустим В клубе Со сцены Стихи с матами Неприемлемо Также Межнациональная Рознь И так далее Наркотики И все прочее Все нехорошее Мы стараемся Выбирать Нужно нести Разумное Доброе Вечное Прекрасное Ну что ж Есть у вас И песни Я знаю Про ваш клуб Да Оставь мой друг Сюда входящий Земные склоки Распрессоры Иди на зов Людей Творящих Узнай Что ты им Очень дорог Теплом Сердец Тебя согреют Здесь Правят Музыка И слово И жизнь Почувствуешь Острее Гармония Всему Основа Ждем С нетерпением Воскресенья В Амур Торопимся Навстречу Где Аура Стихотворения Нам Принесет Приятный Вечер И Молодим Беспрестанно К нам Вхожи Доброта И Вечность И В небо Шалем Мы Караваны Хороших Песен Слов Сердечных Литературно Музыкальный Пою Тебе Я Славу Вновь Для Нас Ты Просто Идеальный Мой Клуб Амур Моя Любовь Кроме Люди Будут Писать Ваши Песни Поют Другие Исполнители Другие Исполнители Я Родился В Крещении 19 января Поэтому У меня есть такая слабость Проводить свои концерты 19 января Где Звучат Только мои Песни Стихи Проза В моем Исполнении Ну и В исполнении У меня есть Хорошие товарищи Александр Викулов Сергей Феоктистов Евгений Кручинкин Вот он С области Допустим Приедет Кстати мы с ним встретились На Ульме Он сейчас В Тамбовке Вот Потом Мы К нам Обратились Товарищи Из Новопетровки Они были Как-то На концерте В котором мы участвовали И они Попросили Помочь им Открыть Такой же Литературно-музыкальный Клуб Это Константинского района Мы приезжали К ним Они приезжают Постоянно На концерты К нам И Детей Мы Выставляем Точно так же Они у нас И поют И читают То есть И дети уже Стремятся Потому что Выходить на сцену Это не просто Так-то нужно быть Готовым У них Хороший Педагог Она с ними Работает Очень здорово Потому что Иногда Приезжают Люди С такой Изумительной Дикцией Прямо Изумительной Вот Весной Приезжали Два паренька Там Вообще здорово Мы Кстати По дикции Клуб Амур У нас Участвовал В 17-м году В Волосном Конкурсе Читецов И тогда Мы С города Благовеческа Наверное Заняли Наверное Больше всех Призовых Мест То есть У нас Заняло Третье место Любовь Корнюшина Потом Дмитрий Максюков У нас Занял Второе место В авторских Произведениях И Я первое место В басне Занял То есть Три призера У нас Пять человек Ездило Ездили мы Кстати Первый раз Все это В Белогорске Проводилось И Кстати Нам Белогорцы Помогали Виктория Хаустова Начали Союзописатели Кстати В Белогорском Тоже Дружим Мы К ним Ездим Иногда Они К нам Ездят Творческие Люди Друг Другу Друзья Или Конкуренты Да И Люди Есть Разные Турские У нас Просто Очень много Всяких Писательских Организаций Разных Творческих Творческие Клубы Тоже Все Там У каждого Свой Почему Удобнее Вот такими Мелкими Групками Ну Как У каждого Есть Лидер Ну Не Только Лидер Некоторые Допустим От одной Организации Отделяются Почему Потому Что Вот именно Появился У них Какой-то Лидер Который Не Хочет Ходить Под тем Лидером И он Делает Что-то Свое Также С Союзами Ну Нам В общем-то Так Тоже Тоже Удобно Мы 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 делаем Сами Мы Ни от Кого Не Зависим Мы Зависим Конечно Мы Были В областной Библиотеке Потом У них Ремонт Нас Приняли Допустим В музей Да Но Конфликты Какие-то Вообще Вообще Зависим Спокойно К этому Относитесь У вас Нет Такого Что Нет Я Только Своё Только Сам Да Нет Вдохновляет На написание Музыки Ну Да Как Стихи Если стихи Хорошие У меня Почти все стихи Мои Они Песни Но Это Всё равно Не говорит О том Что Все песни Не могут Быть Хорошими И все Стихи У одного Автора Даже У Пугачёвой Там Были циклы Которые Не очень Удачные Допустим Песенные Так и Здесь А если Хорошие Стихи Музыка Ложится Почему Нет Ну Что Давайте Тогда В завершении Программы Ещё Что-нибудь Хорошее Хорошие Стихи На которые Легла Хорошая Музыка Вот В этом Году В этом Году Я От музея Ездил В село Албазино И у меня Родилась Песня Небо Небо Син Высокое Да Вода Глубокая На горе Стоит Остров А внизу Амур Широк Над Амуром Над рекой Где нашёл Казак Покой Кружит Птицею Лесной Ветер Вечности Ветер Памяти Ветер Вечности Ветер Памяти Покорил Ермак Сибирь И растёт Россия Вши Виден Батюшка Амур Только Хмурится Маньжур Не пускает На восток И богатство На замок На распути Всех Дорог Крепость Албазино Строг Долго Бились За него Много Люда Полегло Русский Воин Был Герой Хоть И вёл Неравный Бой Над Амуром Над рекой Где Нашёл Казак Покой Кружит Птицею Лесной Ветер Ветер Вечности Ветер Памяти Ветер 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 Вечности Ветер Памяти Голод Холод И цинга Тучи Лютого Врага Казаков Где Ветер 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 Александр Мамин Автор Исполнитель В программе Просто песня Творческих вам успехов Спасибо Хороших песен Спасибо Просто песня Субтитры Продолжение следует...